Всем привет дорогие друзья! С вами Костя Дима и канал МТГ Сибирь и сегодня у нас видео за 30 лайков. Ребята, прошлое видео про Арзов Контроль, я просил вас набрать 30 лайков, чтобы выпустить продолжение и собрать для вас колоду на дискарте в этих же самых цветах. Вы набрали 30 лайков, я тут же приступил к созданию колоды, тестировал ее 2,5 дня, не устраивал меня вариант, который я сделал, его переделал, переделал, переделывал. И сегодня я вам представляю уже финальный вариант колоды. Скажу сразу, что видео, которое было с прежним вариантом, я залью на канал для спонсоров, поэтому успевайте оформить спонсорскую подписку, потому что теперь видео для спонсоров будет выходить на регулярной основе. Итак, давайте перейдем к колоде. Еще раз повторюсь, что это Арзова Контроль на дискарте. Максимально постарался придать такой вот цельный вид этой колоде. Ну и сейчас, собственно, расскажу, что я в нее положил, чем мы будем убивать оппонента, чем будем его контролить. Очень много ремувала, очень много дискарда. Сейчас предстоит вам увидеть. Я надеюсь, ребята, что вы поддержите это видео лайком и подпиской, потому что я действительно очень долго над ней работал, чтобы хоть как-то ее привести в чувство. Итак, в мейне. Две копии преданного боевого пса, который нам позволяет стабилизироваться по мане, если мы по ней вдруг просели. Оппонента мало и больше, чем у нас. Две копии знатока приобретения. Это две маны кричи 1-2. Когда он выходит на поле битвы, целый оппонент показывает столько карт с руки, сколько у нас полнота отряда. Вот. Мы выбираем из нее карточку, и тот игрок ее забрасывает. Дальше у нас идут две копии провала на экзамене. Отличный ремувал, особенно для нашей колоды, потому что мы дискартим оппоненту руку. И, собственно, провал на экзамене никогда не будет бить на мало. Далее у нас идут две копии ученицы древнего клыка. За две маны 1-1. Когда она выходит на поле битвы, каждый оппонент сбрасывает карточку. Также у нас идет одна копия астрофа исчезновения с две маны. Сгоняем целевой одноцветный перманент. Две копии уничижения за две маны. Целевой оппонент показывает свою руку. Мы выбираем из него карточку неземельную. Вот этот игрок сбрасывает эту карту, мы, как делаем, один жидок плюс один существо под нашим контролем. Две копии призрака небесного анклава, чтобы экзайлить перманенты с монокостом до четырех. Кстати, колесницу эфистики экзайлить просто на ура. Две копии кладбищенской нарушительницы. Это новая крича за три маны 3-3 с оберегом за сброс карты. То есть, чтобы оппонент ее поторгетил, ему нужно обязательно сбросить карту. Когда она выходит на поле битвы или атакует, то мы сгоняем не более одной карты из своего кладбища. А вот из любого кладбища. И если таким образом была тыная карта существа, каждый оппонент луза из хита, мы геним хит. Плюс создание дня. Если никто не разыграл спелл в свой ход, то он трансформируется в клубищенского обжора 4-4. Также у него берег сбросить карту, но при этом за атаку или за вход в игру он экзайлить уже две карточки с Греева. Ну и создание ночи у него. То есть, если кто-то разыграл два спела в ход свой, то он трансформируется обратно. Далее у нас идут две копии письмена разрушения. Это три маны. Мы можем выбрать опцию, чтобы оппонент, допустим, сбросил две карточки, либо вернуть себе карту Склерлс в кладбище, секрет существа с монокостом до двух, либо уничтожить целевое существо с мановой стоимостью не более трех. А также за гиггер можем выбрать все эти опции сразу же. Две копии Родского Души. На скорости инстант каждый пейнт жертвует существо или плансфолкера с наибольшей мановой стоимостью среди существ плансфолкеров под своим контролем. Одна копия Хищничества Ущелья Пилака. Она же у нас идет вместо земли. За три маны целевой оппонент показывает свою ручку, мы убираем из нее карточку с монокостой стоимостью три или больше, и тот оппонент сбрасывает эту карту. В качестве финишера у нас есть две копии Ярости Странхейма. За четыре маны сделать нам Ангела, либо за Пророчество ХХ сделать Х Ангелов. Две копии Излобное Мастерство. Может играться за две маны, может играться за четыре маны. Мы изгоняем целевое существо или плансфолкера. Если же платим две маны вместо четырех, то оппонент дополнительно дробует карточку. То есть мы можем в крайнем случае сыграть за мало, мы можем в не крайнем случае сыграть за много маны. Две копии Думскара наш Массеремовал, и две копии Вердикта Теней тоже наш Массеремовал. Далее у нас идут две копии Лолд Паучей Королевы. За пять маны четыре лояльности. Каждый раз, когда существо по нашим контролям умирает, то мы коймем на нее жетончик. Но не в этом суть. Суть в том, что она создает нам двух блокеров, и за нужной маны дробит нам карточку, когда мы лузаем хит. Далее у нас идут две копии Регента Вестгейта. Пробовал играть в четыре, попробовал играть в три. Два, самое оптимальное количество, за пять маны четыре лояльности с полетом. Был бы он пять-пять, был бы лучше. Но так он четыре-четыре. С полетом с оберегом дискард карточки. Каждый раз, когда Регент Вестгейта наносит повреждения игроку, мукой на него столько же жетонов. Сколько повреждений он нанес? Три, да, три копии. Тергрид Богиня Страха тоже пробовал с четырьмя, но четыре это перебор на самом деле. За пять маны четыре и пять с угрозой. Каждый раз, когда оппонент жертвует не являющейся фишкой перманент или сбрасывает карту перманента, мы можем положить ту карту на кладбище, на поле битвы под нашим контролем. И с кладбища на поле битвы под нашим контролем. Без оплаты моностоимости. Или фонарь Тергрид за четыре маны. Зато целевой игрок теряет три жизни, если только не пожертвует не являющейся фишкой перманент или не сбросит карту. А за четыре мы его растапываем. Также у нас идут две копии Профессора Оникса в колоде и две копии Зова Эмерии, которые делают двух ангелов. Он же Эмерия Руина Небесного Клау, который может войти растапанный при упаде трех хитов. Ребята, играть мы будем в БО-3 формате до двух побед. А, кстати, да, интересно, в сайдборде у нас... Ой, в сайдборде в Средиземелье у нас две пещеры, два улья и одна копия Зловещего Приюта. Это земля, которая умеет добавлять бесцветную ману. За туманную этап мы жертвуем существо. Кладем жетончик на Зловещий Приют. Затем, если на нем не менее трех жетонов души, мы удаляем эти жетоны, трансформируем его и разворачиваем. Это можно активировать только как волшебство. Вот он становится ползущим трактиром. Он становится 3-7. Когда атакует, можем узнать карту существа из нашего кладбища. Если мы это делаем, то каждый пент теряет X хитов, а мы получаем X хитов, где X это количество карт-существ из моего ползущего трактира. А за 4 ману он уходит по жидкофазе, у него нельзя выбрать цель и заклинание, и он не может быть уничтожен. По сайдборду. У нас 2 копии переносной дыры для каких-нибудь очень быстрых колод. Жажда Крывавого Вождя 2 копии тоже для этих же целей. Ну плюс она убивает плэнсволкеров, то есть в принципе можно играть и против серьезных больших колод. 2 копии Тени Небесного Анклава, тут не видно, но их 2. Да, 2 Тени Небесного Анклава против контрольных колод. 2 Трещины, за 2 ману уничтожается его артефакт чары или плэнсволкера против каких-нибудь артефактов или чар. Далее у нас идут 2 копии Гнилостного Воспоминания, потому что сейчас играются карты с очки с флэшбэком, особенно черно-синяя карточка, которая ворует твой топдек, напрягает, поэтому Гнилостное Воспоминание вообще просто топчик. Далее у нас идут еще 2 копии Роскола Души против драконтов, всяких разных против больших существ, и 2 копии Стойкого Ангела за 5 ман новой критча 3-3 с полетом с дабл-страйком. У нас порча устойчивость. Если наше количество жизни должно снизиться до нуля или меньше, вместо этого мы его трансформируем, количество жизни становится 3, его сила становится XXDX, это наши жизни. И каждый раз, когда он атакует, мы удваиваем наше количество жизни, и его, собственно, сила и выносливость тоже удваивается. Неплохая карточка против контроля, против каких-нибудь быстрых агр, против еще чего-нибудь. Вот, и резня мясным крюком. За 2 маны и X, выходит на поле битвы, каждый существо получает минус X, минус X до конца хода, каждый раз, когда существо по нашему контролюм умирает, каждый раз, когда наш существо умирает, то... его... под нашим, который умирает, он лозит хита, и его существо умирает, и мы геним хит. Вот. Вот такая, ребята, колода на сегодня. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, оставьте комментарии, давайте попробуем затестить. Я, как я говорю, это видео уже пытался записать, у меня ничего не получилось, потому что билд был достаточно, ну, не такой, не соответствующий современной мете, действительно, очень много появилось очень быстрых агроколод, на которых просто не хватает ремовала, я решил полностью билд перебрать. И... Что тут у нас? И... с предыдущим билдом вы сможете заценить, если вы являетесь спонсором канала. То есть, ну, там... не очень, конечно, катки получились, но, по крайней мере, видно, что я хотел получить... Так, это не то. Получить в итоге от этой колоды. Как я ее видел изначально. Сейчас немножечко другой билд, вот такой вот. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Давайте попробуем. Так. Окей. Wi-Fi, дождик идет на улице, Wi-Fi немножечко глючит, поэтому могут быть какие-нибудь задержки и фрезы. К сожалению, это неотвратимых сегодня, извиняюсь, ребята. Я думаю, что если бы записывал с компа, была бы та же самая Петрушка. Ну, и как бы, друзья, хочу вам сказать, что я для вас специально выложил ВК в группе ВКонтакте все абсолютно промо-курсы коды, которые на сегодняшний день существуют, бесплатные, дают неплохие бонусы вам в игре в арене, поэтому смело переходите по ссылочке, оно в закрепленном сообщении, лайкайте, репостите, в общем, поддержите, пожалуйста, мои старания. Я все там перевел, все, что смог и как смог. Вот. Так, ну, будем первыми ходить, да. Дозначно, дозначно. Нету... А, есть черная манна, да? Есть черная манна, давайте попробуем. Блин, конечно, вот эти вот косты, пятый, пятый, шестой, немножечко смущает. В таком условии, что у нас две маны всего лишь, но если мы сейчас поставим, допустим, ученицу, потом сыграем Doomscar, то, в принципе, у нас есть неплохой шанс выжить и дожить вот до наших больших уже масс-ремувалов, да, и до Тергрид, до Профессороник, возможно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ничуть не совершил ошибку. Давайте, чуть не мискликнул, давайте попробуем оппонента заставить по дискартису. Ученица. Брось карточку. Мне вообще нравится ученица, потому что это дискард. Окей. Потому что это дискард, и это, как сказать, и это в то же время блокер. Не скажу, что это хороший атакер с лиманой 1-1, но блокер это отлично. Точнее, даже не блокер, а чампер. Вот так вот. То есть прожить, пережить и дожить до чего-то, он нам подволит. Ходи. Окей. Ну, давайте, атака. Мне интересно, а разрешит ли он нам сейчас сыграть фонарь Тергрид? Или нет? Если он поконтрит, то, конечно, будет печалька. Если не поконтрит, то, в принципе, терпимо. Деленной, врук окей. Окей, он выучит урок. Ничего страшного, потому что выучивание урока, как бы урок будет в руке, он заставит его играть его за ману, за тап. Ничего страшного в этом нет. А, да. Без проблем. Вот это без проблем, потому что у нас есть ответочка на руке. Ведьма. Да. Ведьма пускай, ведьма не страшная. Рассмотрение. Без проблем. Вообще похоже на Делгера, если честно, но не совсем. Да? Да. Ну, ведьмочку мы можем и забрать, на самом деле. Но я думаю, что мы просто сыграем фонарь. Уже теперь точно сыграем фонарь. И давайте сразу же его включим. То есть, без каких-либо проморочек. Не-то так. Абсолютно не-то так никаких. Ходи. Я сейчас ведьму не боюсь пока что. Мне нужно, чтобы он затапался, самое главное. Убрать с вами блок. А, мы под нее не можем снять блок. Ладно, тогда блоков не будет. Пускай пройдет. Страшно. Деменская бляда? Так. Фонарик у нас что делать? Я нажимаю так. Не являющийся землей перманент. Да? Не очень хорошо для нас, на самом деле. Давайте попробуем поставить призрака. Призрака потом поставить. Да, конечно. Я вообще, знаете, что заметил, ребята? Конечно. Ладно. Так тоже можно, да? Почему он не жертвует такие, на мне интересно. Ну ладно, это как бы его проблема. Почему эта карточка так не десна будет? Так выбить нелегидарных существов и сейчас, когда одно или несколько существ выходит на порбиту. А уходи, как опи выбран, что вообще прикольно, слушайте. Очень прикольненько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ладно, давайте сюда. Один блокер. Так. Деревенский обряд, да? Угу. Так, давайте попробуем сыграть. Дискард. Двене на ноль. Ладно. Сейчас что найдет себе? Сейчас мы будем, знаете, что играть. Странный. Пик, ну ладно. Так, тут избиение. Давайте выставку. Хотя, может быть, не надо было выставку, то, наверное, я совершил ошибку. Надо было все-таки вот эту херню убрать, чтобы он по-любому свечи хоть затапался под выставку. Ну нет, а так, ходи. вообще похоже на Далвера, да. Так. Прозрение, может, а урунда там сейчас будет? Нет, жажда. Ладно. Неинтересно, что там будет сейчас. Образление. Окей. Да. Может, в любом случае, этот ход не забирает. На самом деле, это забирает, походу, да? Нам еще и ману не дали. Ладно. Вообще, на самом деле, у меня такая в деке проблема, у меня 24 земли не дают ману. Я не знаю, чем это связано и что мне с этим делать. Абсолютно нету никакой маны. Блин, я прямо вот в расстроенных чувствах из-за этого нахожусь. Ну ладно, по крайней мере, мы знаем, с чем имеем дело. То есть, без проблем, как бы, можем с этим работать. Так. Давайте так. Давайте так. Давайте дырочки переносные. Давайте ангелов засадим. Так, что мы теперь тут можем убрать? Мы бы хоть первым, я думаю, собаки нам не особо нужны. Так, так, так. Вот это нам тоже не особо нужно. Я так думаю, что что я думаю. Что я думаю, нам еще не пригодится. Эти письмена уберем. Ну и все-таки одну вот такую. Да. вот так попробуем. Так, попробуем, друзья. Посмотрим, что получится. вообще, далвера я пока не видел, но мне кажется, что он там есть. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Это первый ход. это первый ход. творится с землями, я вообще не понимаю, что происходит. Обходится просто играть в четыре земли постоянно. Все время ключи тут доклады. Не знаю, я сейчас, наверное, просто тупо увеличу третий земель на одну. потому что, ну, нереально. Так, играть? Я вообще просто тупо переделываю концепцию колоды. так, ладно, знаете, что? Давайте-ка переделаем. Уберем, добавим одну землю. Не могу я так играть. Не могу, мне постоянно не дают на этой колоде земель. Это просто какая-то жесть. Вот я просто разочаровываюсь в этой деке. Она мне изначально нравилась, потом мне просто перестали давать земли. Просто массово перестали давать земли. В каждой игре мне не дают земли, я не могу из-за этого просто играть. И я, наверное, все-таки увеличу количество земель. Потому что по-другому я не знаю просто как бороться. Просто не знаю по-другому как бороться. Вот. По-другому бороться невозможно, ребята. Невозможно. Так, снова у меня это, залипуха сейчас. Ну, давай, давай, давай. Так, лайфхак мой рабочий. Во, сразу же, да? Так, давайте передактор колод перейдем. Ну, что-то вообще, блин, я не знаю. Я просто расстраиваюсь в этой колоде, я разочаровываюсь в ней. Она мне так нравилась изначально, когда я ее создал. А потом я просто в ней все больше и больше и больше разочаровываюсь. Мне все кажется, что я что-то делаю не так, что-то бью же не так. Хотя бы уже, по-моему, первый билд был лучше. Постоянно какие-то сомнения меня отрезают, просто потому что мне постоянно не дают земель. И мне это, если честно, очень сильно раздражает и напрягает. Сейчас мы это исправим. Сейчас уберем какую-нибудь одну карточку. Вообще, на самом деле, я думаю, что вроде к теней мы уберем. Прямо два. И сайда резня у нас перекочует. Так, а что я не убрал, что ли, ее? Смотрите, а что я тогда убрал-то? Где резня? Что-то глючит, походу. Во. Так. Ничего не понимаю. А, все понял теперь. Так, и сейчас просто добавим одну землю еще. Что нам нужно, друзья? У нас больше каких костов двойных? Больше черных, да? По-моему. Да. Да и давайте просто добавим еще один улей. Во. Все. Так, а сайдборд? Что нам положить в сайдборд теперь? В сайдборд. Так, 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 так. Жажда, тень, трещина. Воссоединение. Раскол души, стойкий ангел. Хм. Знаете, что? Знаете, что? Так. Трещина. Так. Сейчас мы как сделаем? Сделаем так. Сделаем вот так. Чем-нибудь туда такое добавим. Нужно идти по дополнительной дискарте. Просто-напросто. Чтобы идти по дополнительной дискарте. Так. Существово получает минус три, минус три, плюс три, плюс три. А вот это что делает у нас? Кабинонгангангангангангангангангангангангалшебставернициевую карту не являющийся геназвущества вашу руку. Так интересно. давайте его из добавим 1 точно сейчас его 1 добавим или нет давайте просто все таки просто по дискар добавим как не раздражает это так сейчас просто понятие дискар так вот в контроле попробуем такой таким был дом ну просто что-то я вот уже нет ним не могу мне тут то что земли земель не хватает может рима мазремова в принципе нормально будет в мэйне потому что ну блин нас так очень много римова у нас прямо по садека это или римвал или или что-то еще или дискард кричи и те блинцев все с опцией дискарда а есть каким существа которые уничтожают черные ну-ка может просто конь здоровую тушу поставить которая приходит уничтожает или что-нибудь типа чупакабры может забраться просто просил что-то просто забыл ну-ка уничтожает так тип существо так ну тут ничего на самом деле такого нету да а а я знаю излечки так свое время понравилось с мигом вот точно сегодня артефакт и чар вот сейчас мы его за 1 трещину заменим так горгулими не нравится это тоже ерунда это тоже самое да да может быть жертвы так ну тут что у нас есть хорошего ничего хорошего нету-то собственно у нас ну ладно ладно давайте попробуем таким макаром давайте попробуем таким макаром попробуем может сделаем что-нибудь может у нас получится потому что дека должна играть она должна принципе хорошо сейчас себя чувствовать в мете просто по той одной причине что что сейчас очень много агровых колод конечно сейчас черно-синие контроли и еще что-то подобное но агровых колод сейчас непосредственно больше они создает огромные преимущества жевую дискарту вообще в принципе чувствовать себя неплохо и против игры и против контроля одинаково потому что у нас в равной мере есть и дискарты и и ремовал вот и и вообще на самом деле есть ответы на все даже на плэн сволкер на артефакт на вообще на все на все на все все про все но что-то вот пацана не хватает не знаю вот что-то реально земли не хватает ну тут как бы тоже не хватает земли но камере у нас есть что сыграть да но земля это радует причем не просто радует а то что под дымскара на вы неплохо заходит вампирши да давайте думскар в отсрочку да да больно ничего не произошло странно вот а давайте просто скажем допустим тропа на черную давайте знаток по дискарте оппоненту вообще-то честно против вампиров я еще не играл не попадались они мне ни разу то мне интересно ну поэтому забросим неплохо ремуал бросили нормально еще один ремуал да пускай проблем нет блоков но она и у нее угроза и блоки вампир полночи окей давайте равнинка давайте провал на экзамене уж большими больно мне не нравится вампир полуночник до свидания давайте еще дискард еще минус одна карта на руке да ремуал скайдет ремуал и ходи да игра с огнем проблем какой-то хрен ну я думаю что тут думскар само собой напрашивается мне так кажется темой что по ним без руки все на этом все на этом можно объявлять гг и партия да братан да без вопросов правда 1 2 3 вот он вообще не смотрится сейчас в вампирах он сам по себе вампир нет а вампир погибли хит . это земля пришла а у нас пришла лилиана ну да круто он мега круто давайте плюс 1 выберем себе опп давайте призрака мой взгляд он сейчас самый опциональный да вот и все давайте следующую ну так в принципе и должно играть против вампиров вообще против игры пятую землю добавили и перестали быть проблемы с маной смотрите-ка двадцать пятую так в принципе это быстрая игра то есть например на переносные дыры нам тут будет более чем ну короче засаживаемся ремуалом просто по самой гланды раскол души но может быть еще один стоит ли брать ангелов может быть даже и стоит кстати вместо регента профессор у них остается тергрид одну уберем она не нужна столько слишком тяжело можно даже все убрать тергриды давайте тергридов уберем злобное мастерство пускай будет ярость пускай будет хищничиться пусть будет письменное разрушение кладбищенская баба в принципе танат она не нужна наверно а пускай так ну то есть я ее поставил на третий ход 3.3 явно вампиры к этому ходу уже разобьются так что от нее блокера не будет из нее не получится блокера окей давайте попробуем первый дроп дюресс ну да жалко у нас тоже есть ответочка ходим угу да какая то баба кровожадная простой ладно очень неплохая баба давайте так давайте покажем карту давайте свой дискар скажем в ответ я думаю что это должен быть какое то время вау наверно и хищника хищника хоть по крайней мере грязь творит лютую да 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 земля давайте давайте еще одну такую покажем такой и заберем вот ходи хлориан угу хлориан да давайте тогда что мы делаем дискард в оппоненты не получится не получится вопрос не получилось обидно ладно так вопрос надо прочитать флориана так начать вашей главной фазы после боя с техниками где есть суммарное количество жизни потерянных вашим оппонентам в этом ходу не интересны из техкарт из вашей абилитеки блин жестко ну ладно теперь ферстрайк у нас ремуал нет на руке ну ладно нет блоков угу да у нас нет марс ремуала у нас он обходит стороной ребят у нас собака и ход столько маны там где получается ну сколько четыре спала пришло за игру угу ну да про флуги он знатно 25 земля непонятно да это это магия это все магии нам бы сейчас молния пришло там очень сильно но нет это земля следующий ну да флут дело такое флут дело тонкое как говорится на самом деле предшествует последние несколько дней вот просто меня то флуте то крючат и я нормально магия не могу поиграть из-за этого так ну это ничего не хочу менять это вообще ничего пускай не пришли нам большие ничтеки наши и это плохо на первыми будем нормально вода кип два мулигана жестко это понимаешь что против ну если у него два мулигана то он может запросто и отъехать так ну давайте повернуты ходить земля дюрес да дюрес да противник конечно чему я не смог ее убить что это за ерунда да да падающий полностью ходи ну пускай будет на 3 просто интересно что там еще приготовила для меня мой ход давайте пробовал убить и ничего больше не предошло да окей так ну слов и мере я сейчас не буду кваскать землю потому что я хочу с него получить все таки ангелов тем более что у меня осталось одну манку надробить для этого и это будет тема тогда да конечно ну пас можете вот так вот и ставим блок неплохо да ходи ой 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 вот именно что ой конечно земля два ангела 4 4 с бдительностью кстати не просто так ага или потерпеть ну потерпим дали далее 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 все ну вот ребят в итоге вот такое видео получилось одну меру мы проиграли тут же опомнились добавили землю и победили спасибо что досмотрели это видео до конца надеюсь вам понравилось вы действительно досмотрели до конца напишите я красавчик я буду все сразу понимать ну и в следующем видео я планирую выпустить либо симикрампу либо моногрин в моем видении голосуйте в комментариях что бы вы хотели видеть ну а я пошел тестить следующие деки для вас с вами был Дима каналом тега сибирь всем удачи пока и хороших топдеков